Так, ладно. Итак, сейчас рассчитаем теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов однотрубной системы отопления. Существует методика расчета, представленные формулы. Так. Основная таблица расчетная, благодаря которой сейчас мы рассчитаем однотрубную вертикальную систему, ну и количество отопительных приборов в стояке, соответственно, 3. Ну а все справочные материалы, то есть приводятся в соответствующей литературе, ну и либо в данном варианте тоже. Есть теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов. Для того, чтобы осуществить это действие, нам понадобится, соответственно, электронная таблица. Ну и сейчас открываем все электронную таблицу Microsoft Excel. Так, всех получилось? Так, теперь первым делом, что мы делаем, то есть мы в этой Excel начинаем формировать шапочку таблицы. То есть вот мы заполняем табличку 4.9. Так. Первая ячейка называется номер помещения. Так, ну и тот же самый принцип, если слово не вмещается, соответственно, щелкаем на границе два раза левой клавишей мыши, ну и у нас выравнивается по максимальному, соответственно, значению. Так, следующее. Столбец это мощность отопительной установки помещения. Обозначается латинской Q. Соответственно, индексация идет отопление. Ну и единицы измерения, соответственно, ваты. Так, принцип действия. То есть нам нужно превратить строчные буквы в индексы. Выделяем, соответственно. Нажимаем правую клавишу, формат ячеек. Появляется окно. Ну и делаем, соответственно, в этом открытии все окне шрифт с табуляцией. Галочку подстрочной. Нажимаем ОК. Ну и превращается, соответственно, в строчные буквы в индексацию. Так, следующее действие у нас идет расход в стойке единицы измерения килограмм-часы. Так, принцип действий. Чтобы мне не повторять действия, те, которые приводили, соответственно, к индексации, я просто воспользуюсь предыдущей ячейкой. Заменю КУ на Ж, соответственно. Так, ну и добавлю С между О и Т, где сейчас индекс. Ну и О лишнее уберу. Так, ну и единицы измерения меняет килограмм, деленные, соответственно, на часы. Так, следующее действие у нас идет коэффициент затекания, обозначающийся греческим символом альфа. Для того, чтобы воспользоваться греческим, соответственно, на закладочке вставка в меню, ищу символ, ну и либо меняю шрифт на символ, либо вот внизу есть ранее использованные символы, соответственно, нахожу альфа, ну и либо здесь нахожу альфа. Вставить, ну и закрываю. Окошко, в котором у меня находились символы. Так, следующее действие, ввиду того, что следующий у меня расход в приборе, я просто копирую то, что у меня находится в ячейке С1, ну и вставляю в ячейку Е1. Так, ставлю индексации приборы. Лишнюю индексацию, соответственно, убираю. Дальше у меня идут температуры входа, соответственно, внутреннего помещения, которое обозначается латинской буквой Т. Так, индексация вход. Ну и опять тот же самый порядок действий. Выделяю строчность, чтобы превратить, соответственно, подстрочный вход. Ну, а градусы Цельсия, соответственно, в надстрочный. Соответственно, в надстрочный. Так, следующие три ячейки, вернее, не три ячейки, а две ячейки, все относится к температурам. Я просто скопирую, соответственно, на ячейку G1 и H1 ту температуру, которую записал в ячейке F1. Следующее действие, в ячейке G, убирая лишнюю букву Х, и здесь у нас будет обозначена температура внутреннего воздуха. Температура внутреннего воздуха. Так, следующее действие. Здесь в ячейке H1 у меня будет разность температур, соответственно, входа и температура внутреннего воздуха. Вставлю знак минус, ну и вставляю то, что я скопировал. А я скопировал Т и букву В, соответственно. Сейчас у меня знак минус и Т превратились, соответственно, в подстрочный индекс. Убираю галочку и превращаю обратно в строчный. Так, спеваете, не? Нет. Так, спеваете, не? Так, следующее действие. Мне понадобится тепловой поток с одного метра вертикальной горизонтальной трубы. Опять, чтобы не совершать те же самые действия, я скопирую в ячейке G температуру, единственное, там в последующем поменяю обозначение. Так, ввиду того, что тепловой поток соответственно, обозначается строчной буквой Q. Буква В будет обозначать у нас соответственно вертикальный трубопровод поступления теплового потока. ну и единица измерения соответственно ваты деленная на метр. А хотя вот у нас была. Теперь 3 я сделал ячейки G1. просто копируем соседнюю ячейку и меняем букву В на букву Г обозначающую горизонтальный трубопровод. Соответственно теплопоступление с одного метра трубы. Следующее действие. Мне нужны длины трубопроводов. Соответственно вертикальные и горизонтальные трубы. Ну тот же самый принцип. Соседнюю ячейку я скопирую. Поменяю букву Q на букву так поменяю букву Q на L соответственно строчную так поменяю индекс на вертикальную так ну и единицы измерения раздлина соответственно метр. следующее действие. Копирую соседнюю ячейку так и меняю индекс на горизонтальную трубу а букву V которая обозначала вертикальная убираю. следующая группа действий двух соседних ячейках будет соответственно мощности трубы от трубопроводов теплопоступления и мощность от прибора. ввиду того что у меня уже существует мощность в ячейке B1 я копирую эту ячейку ну и вставляю соответственно две ячейки M1 и N1 так ну и изменяю индексацию в ячейки M1 ставлю TR обозначающий трубопровод а в ячейки N1 соответственно ставлю индексацию PR обозначающийся прибор так следующее действие ну тут опять у нас идут три ячейки три столбца соответственно температуры так чтобы мне опять не набирать то же самое я воспользуюсь ячейкой G1 откуда скопирую уже температуру так ну и вставлю соответственно ячейку O и в ячейку P вкучивать позже потому что она будет похожа на ячейку O так ну и в ячейке O мне нужно добавить значок delta обозначающий потери температурного напора в приборе то есть вот такой трехугольник вставляю закрываю вот он появляется ну и опять меняю индексацию соответственно потери температурного напора при поре так ячейки P1 бой температура выхода то есть мне единственное нужно добавить соответственно две буквы и H чтобы получилось T выхода температура выхода из затопительного прибора до ну а в ячейки Q1 я копирую из ячейки O1 то что только что набрал вставляю в ячейку Q ну а опять меняю индекс Здесь у нас получается средний температурный напор в приборе То есть вместо PR становится SR Следующее действие Здесь у нас будет в ячейке R1 То есть коэффициент приведения, обозначающийся греческой буквой φ и индексом k Так вот, я сделаю следующее действие Или давайте воспользуемся соседней ячейкой Скопирую Поставлю букву k Единицы измерения отсутствуют у этого коэффициента Так, ну и вставлю символ, соответственно, φ Такая вот розочка Так, убирая лишние символы, оставляю только φ к Обозначающий коэффициент приведения При расчете отопительных приборов Так, следующее действие У нас опять мощности Соответственно, номинальный тепловой поток прибора И номинальный условный тепловой поток одной секции Ввиду того, что у нас мощность уже есть Из ячейки N1 Копирую и вставляю сразу же в две ячейки Так, единицы измерения совпадают И меняю номинальный тепловой поток Ставлю индекс mt А во второй номинальный условный тепловой поток одной секции Спасибо Садимся куда-нибудь У вас компьютер свой? Твой Ну вот там раскладываемся Так, убиваем Следующее действие Нам понадобится, соответственно Коэффициент β3 Учитывающий количество секций Упловное Так, воспользуемся ячейкой R1 Скопируем то, что там находится Вставим, соответственно В ячейку U Поставим индекс 3 Так, ну и опять В символах Ищем β Ну, буква β Ну и убираем лишнее То есть вот у нас Здесь Появился коэффициент Если в символах То есть надо найти, соответственно Шрифт символ Символ Так и называется Символ Вот он Так, ну а β После α идет Альфа, β Так, следующее действие Относится к количеству N минимальное И N фактическое Так, ну Воспользуемся тоже Соседней ячейкой T1 Так, и вставим, соответственно В ячейку В Так, ну и Вставим букву Соответственно N Обозначающая количество Индексация Соответственно Мин Минимальная Так, ну и Единицы измерения Соответственно Штуки Вы сразу же Начинайте Оттуда, где мы А потом уже Смотрите Так, ну и То, что я набрал Копирую Соседняя ячейка Дву болевая Так, и единственное Меняю только Индекс Вставлю Факт То есть фактически Амин убираю Так, ну и На этом Заголовки Шапочки Мы закончили Так, вот у нас Вся Заголовочек Весь Заголовочек Таблицы Так, я возвращаюсь На начало Сейчас опять Тот же самый Принцип Мне нужно Пронумеровать Столбцы Так, ставлю Первый столбец В ячейке А 2 Второй столбец В ячейке В 2 Выделяю Их Беру заточку Внизу Правого угла Так, и тяну До Ячейки Ай 2 Где у вас Ку-В Обозначено Ватт Так, выделяю 2 ячейки Ай И Джей 2 Ну и На главной Вкладке Нахожу Соответственно Кнопку Объединить Поместить В центре Нажимаю Ее Чтобы у меня Значение Поместилось В центр Девятка То есть Вот Где выравнивание На главной Так, и то же самое Проделываю С ячейками К2 И Л2 Выделяю И опять Нажимаю Кнопку Объединить Поместить В центре Так, у нас Два столбца Соответственно Будут Под одним И том же Номером Ай Два Джей Под Девяткой А К И Л2 Соответственно Под Десяткой Так, дальше В ячейке М2 Ставлю Одиннадцать В ячейке М2 Ставлю Соответственно Двенадцать Тот же Самый Принцип Возвращаясь На ячейку М2 Выделяю Две ячейки Где у меня Только что Находится Значение Одиннадцать Двенадцать Опять Внизу Правого Угла Беру Заточку И тяну Уже До Крайнего Значения До Дубль В 2 Чтобы Там Образовалось Число Двадцать Одиннадцать Вы Все Правильно Делали То есть Должно Быть Двадцать Одиннадцать 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 Причем Два Столбца Будут Под Одним И Тем Номером Так Проделали Опять Возвращаясь На Начало И В Ячейке А3 Пишу Слово Стояк Один Соответственно Обозначающиеся В Вертикальных Системах Однотрудных И Довтрудных Узлы Трубопроводов Подходящие К отопительным Приборам Стояками Ну и Стоит Нумерация Так как Стояков Может быть И много Так Ну а дальше Тот же самый Принцип То есть Выделяю Все Ячейки Этой строки До В3 Соответственно Выделяю И Опять Нажимаю Кнопку Объединить Поместить Центры Чтобы у меня Наименование Стояка Переместилось В центр То есть Будет В центре Стояка Делается Так Следующее Действие Опять Я возвращаюсь На начало Так И в ячейке А4 Ставлю Номер Помещения 301 У нас Идут Вертикальные Системы Однотрубная Соответственно С верхней Разводкой Ну и Ввиду того Что магистраль Располагается На чердаке То Первый Отопительный Прибор Который Течет По стойку Это прибор Расположен На третьем Этаже Соответственно 301 Помещение Так Ниже В ячейке А5 Бешу Второй Этаж Соответственно Первое Помещение Ну а Внизу Пишу 101 Либо я Просто Выделю И скопирую То есть Программа Со мной Поймет Что Уже Нужно Поставить Вместо Первой Цифры Значение 1 Так Следующее Действие То есть Мощность Отопительной Установки Помещения В 301 В результате Расчета У меня Получилось 1100 Ватт И Соответствующее Значение Я ставлю В ячейку Б 3 4 4 G4 На втором Этаже У меня Получилось 950 Ватт Ну а На первом Соответственно Получилось 1000 Так Следующее Действие Определяется Расход Типоносителя Текущий По Стояку То есть Есть Соответствующая Формула Благодаря Которой Она Рассчитывается Вот Формула То есть Что нам Здесь Неизвестно С Удельная Массовая Теплоемкость 4187 3600 Единицы Измерения Кг Часы То есть 3600 На Удельную Массовую Теплоемкость Получается Коэффициент 0.86 Разность Температур В подающей Обратной Магистрали То есть Температура У нас Подающей Будет 95 В обратной Соответственно 70 Бета 1 Бета 2 Это Поправочные Коэффициенты Первый из которых Учитывает Увеличение Площади В принципе О установке Если посмотреть То При определенных Ваттах Соответственно Одной секции У нас Получается Значение 1.04 Так Ну а Установка Если это у нас Секционная Бета 2.102 Так Ну а Остальное Сумма Коотопительная Это Мощность Отопительных Установок Помещений Через которые Проходят Стоят Ну и Пытаемся Реализовать Эту формулу Ставим Знак Равно Дальше 0.86 Согласно Формуле Дальше Знак Умножить Так И Мне Понадобится Сумма Функция Так Если сейчас Внимательно Посмотрите Вот здесь Слева Вам Показала Последнюю Используемую Функцию Если Там Стоит Слово Сокращенная Сумма То есть Просто Нажимаем На нее На это Слово И появится Если что-то У вас Другое Тогда Подходим К Правой Стороне Вот этого Окна И Наводим Курсор На трехугольник Смотрящий Вниз Нажимаем На него И Из предложенных Десяти вариантов Ищем Вот у меня Есть У вас Есть Слово Сумма Если Нету Тогда Нажимаем Другие Функции Находим Математические Категория Так Ну и Ищем Соответственно Сначала Идут Латинские Обозначения Потом Русские Слово Сумма Так Нажали Клавишу ОК Так И В числе Один У вас Сейчас Выделен Диапазон От А4 До Б4 Нам Нужен Другой Диапазон Нажимаем На 1100 То есть Ячейка Б4 Держим Левую Клавишу Перемещаем До 1000 Чтобы В окне Отобразилось Соответственно Б4 Два Источие Б6 Если Все Это правильно Сделали Нажимайте Нажимайте Клавишу ОК Так Ну Ввиду Того Что мы Формулу Не закончили Либо Продолжаем В строке Редактирования Формул Либо Два раза Щелкаем По ячейке Ставим Курсор На конец Соответственно Знак Умножить Ставим Поправочный Коэффициент Первый 1.04 Знак Умножить Ставим Второй Поправочный Коэффициент 1.02 Ставим Знак Умножить Ну и Разность Ну и разность Температур 95 Минут 70 Получается У нас 25 Так Кто это Проделал Нажимает Enter Ведет Результат Соответственно Расход Типа Носителя В стаике При прохождении Этих Трех Помещений Значит Что-то Неправильно Делали Соответственно Не подставили Эти Значения Либо Форму Так Вы тоже Самое Откройте Сейчас Еще одно Действие Проделаем Так Все Видели Закрывать Можно Не может быть Если здесь 1100 950 1000 А Все Да Так Вот Когда я Закрываю То есть У меня Получается Значение Соответственно 111 299 Тысячных Так Нам Нужно До Одного Знака После Запятой Могу Это Конечно Проделать Следующим Образом То есть На Панель Главное Есть Число Нажав Соответствующую Кнопку Стрелка Стрелка Зеленая Стрелка Зеленая Синя С обозначающейся Нулями То есть Уменьшить Но это будет Еще раз повторяю То есть Никуда Те значения Которые были Никуда не денутся Так и будет 299 Это просто Округляет Для того Чтобы Показывать Только В этой Ячейке Чтобы Реально Округлилось У вас Значение До Одного Знака После Запятой То есть Мы Соответственно Выделяем Строчку Вырезаем То есть Выделили Вырезали Повторить Действие Сначала Выделяем Правую клавишу Нажимаем Вырезаем Чтоб Остался Один Знак Равно Так Следующее Действие Опять В окне Где у вас Сейчас Отображается Слово Сум У всех Я в этом Уверен Если Вы не Находите Слово Округл То есть Округление Тогда Опять Тот же Самый Принцип Другие Функции Математические И ищем Слово Округл Сокращенное Слово Округл Нажимаем ОК То есть Вот у вас Появился Окно Данной Функции Где Мигает Курсор Правой Клавишей Мыши Вставляем То что Вырезали И видите Нам показало Даже не полностью То что у нас Находится После запятой У нас Там Еще Три знака Присутствуют Всего Шесть знаков Так Ну а в числе Разряда Ставлю Соответственно Единица Это Говорит Что округляем До одной Значащей цифры После Запятой Ну и Видим Ответ Один Целых Три десятых Соответственно Кто это Проделал Нажимаем Клавишу ОК Так Ну а лишние Нули Убираем Так Следующее Действие Нам Один Слово Разрядов Один Так Следующее Действие Мне нужно То же самое Продублировать Ячейки Ц5 И соответственно Ц6 Так Если я скопирую То у меня Значение уменьшится Это связано С тем Что у нас Автоматом Переместились Соответствующие Ячейки То есть Мы переместили На один Вниз И переместились Те ячейки Которые Захватывали Соответственно Значение От 1100 До 1000 Либо мы Их обратно Возвращаем И тогда У нас Получатся Эти значения То есть Вот у нас Ушло Так вот Мы подвели Курсор Нажали Левую клавишу К линии Синий И обратно Вернули Либо Есть еще Вариант То есть Зафиксировать Конечно Ячейки Знаком Долларов И тогда Если мы У нас Мы будем Перемещать Соответственно Все переместится Ведут То Что фиксировано То есть Надо поставить Знак Доллара Перед Именами Строп То есть Перед Четверкой И перед Шестеркой Знак Доллара Находится На четверке В латвинской Расклад Через Shift Так Следующее Действие Коэффициент Затекания У нас Будет Проточно Регулируемый Узел С Трех Ходовым Крамом Или Клапаном Значение Это Равно Единице Если посмотреть Соответствующее Табличное Значение Ну и Одностороннее Присоединение То есть Единица Равно Так Чтоб мне не повторять Ряд действий Ниже Лежащих Ячеек Я просто Скопирую Их Я просто Их Скопирую Так Следующее Действие Мы Определяем Расход Типоносителя Затекающий В отопительный Прибор Определяется Это Коэффициент Затекания На Соответственно Расход В стойке Вот Простая Формула Ну и Соответственно Простые Формулы Мы ставим Знак Равно Нажимаем На ячейку Где находится Расход В стойке Знак Умножить Нажимаем На ячейку Где Находится Соответственно Значение Коэффициента Затекания А именно Единичка Чтобы Ячейки Отобразились Соответственно Ссылки На эти Ячейки С4 Т4 Так Кто это Сделал Нажал Enter И скопировал Порядок Действия Вниз Так Следующее Действие Температура Входа Так Температура В подающей Магистрали У нас 95 градусов Ставим Знак Минус Так Ну и Допустим У нас Магистральный Участок Изолированный От точки Ввода До Рассматриваемого Стояка Составляет Ну там 25-40 Диаметр Там Значение Одно и то же Потери На 1 метр Длины Составляет Соответственно 4 4 градуса Цельсия 4 сотых Градуса Цельсия Так Ну и умножается Соответственно На длину Ну и По Сонометрической Схеме Допустим У нас Получилась Длина 12 метров Еще раз Повторяю От точки Ввода До Рассматриваем Стояка По подающей Магистрали Изолированным Трубопроводом Тот же Тот же Самый Момент Нам Нужны Температуры С одной Значащей Цифр После Запятой Опять Тот же Самый Принцип Вырезаем Функция Уже Находится У вас В том Окне Где Отображаются Функции Нажимаем Появляется Окно Вставляем Число Разрядов Соответственно Один Нажимаем Окей Так Следующее Действие Ставим Знак Равно Так Нажимаем На Температуру Входа Предыдущего Отопительного Прибора То есть Где у нас Отображается 94,5 Соответственно Ячейка F4 Ставлю Знак Минус Добавляю Коэффициент 0,86 Ставлю Знак Умножить И Нажимаю На Ячейку B4 Где Находится 1100 Так Снова Знак Множить Поправочные Коэффициенты Мы их Часто Относительно Будем Вспоминать То есть 1 0,4 И 1 Соответственно 0,2 Дальше Ставлю Знак Деления Так И Нажимаю На Ячейку C5 Где Находится Значение 111 3 Хотя Они Здесь Везде Находятся Но Именно На Ячейку C5 То есть На Ячейке C4 То же Самое Значение И На Ячейке C6 Так Кто Это Сделал Если У вас Отобразились Больше Значит Цифра Принцип Тот же Число Разрядов Так Ну и Ввиду Того Что Порядок Действий Следующей Ячейки Совпадает С тем Что Мы Проделали Мы Просто Копируем Вниз То есть И Автоматически Те Ячейки Которые Должны Сместились Сместиться Сместились И Относительно Того Что Нам Необходимо Сделать То Правильном Варианте Так Следующее Действие Температура Внутреннего Воздуха Рассматриваем В помещении На всех Трех Этажах У меня Жилая Комната Ну Допустим Город Ижевск Минимально Допустимая Температура Должна Не Опускаться В Жилой Комнате При Наших Температурах Наружного Воздуха 21 Гравц Так Если Посмотрите На Шапку То Увидите Что Там Идет Формула То есть Температура Минус Температура Внутреннего Воздуха Поэтому Ставим Знак Равно Нажимаем На Ячейку F4 Ставим Знак Минус Нажимаем На Ячейку G4 То есть Где Находятся 94.5 И 21 Соответствующие Ссылки Отобразились У нас В ячейке H4 Так Кто это сделал Нажали Enter Ну и Продублировали На Ниже Лежащие Ячейки Так Ну и Получились Соответствующие Значения Так Следующее Действие Нам Нужно Найти Тепловой Потоп С Одного Метра Вертикально И Горизонтального Трубопровода Итак Либо Мы Пользуемся Соответствующими Таблицами Либо Вот Существует Формулы Благодаря Которым Можно Найти Соответственно Теплопоступление С одного Метра Вертикальной Трубы Ну и Соответственно Горизонтальной Трубы В зависимости От того Из Какого Диаметра Трубопровода Сделан Ваш Стояк Ну допустим Что по расчетам Получилось так Что у нас Стояк Выполнен 15 Диаметра Ну и Сейчас Пытаемся Повторить Это все Так Сразу же Хочу Сказать Что При Данного выражения Нам нужно Округлять До целых Поэтому Ищем Функцию Математический Округл Так В числе Записываем Соответствующую Формулу Это 0,211 Умножить Умножить Нажимаем На ячейку H4 Где находится 73,5 Так Ставим степень На шестерке В латинской раскладке Есть галочка Черешить Так Ну и ставим Соответствующую степень 1,333 1,333 Так Число Разряда Ставим 0 Нам Нужно Получить Соответственно Целое Значение Кто это Сделал Нажали ОК И Продублировали Ваши действия На ниже Лежащей Ячейки Так Следующее действие Либо я опять могу вызвать Ту же самую функцию Либо я поступлю Следующим образом Копирую Ячейку H4 J4 Соответственно Так Верну на место Синий Прямоугольник На 73,5 Сейчас у вас Находится На 64 Потому что Автомат Отместился Так Ну и Изменяю Соответственно Постоянную Нам нужно 0,329 То есть 329 Вставлю Так И Степень Вместо 1,33 1,33 Соответственно 1,29 Ну и Опять Кто Проделал Эти Действия Нажимаем Enter И Дублируем Копируем На Ниже Лежащие Две Ячейки Так Я закрываю Все успели Значит Вы не переместили Синий Прямоугольник Два раза Щелкаем Подводим Курсор К границе К линии Нажимаем Левую клавишу И перемещаем Так Длина Так Допустим Высота У нас Этажа 3 метра Соответственно Высота Помещения За вычетом 300 миллиметров Перекрытия Составляет 2,7 Ну и Ставим Длину 2,7 То есть У нас Вертикальная Труба Вот Кстати Можете Посмотреть Ну и Есть Замыкающий Участок Значит Проходит Всю Длину Чтобы Не повторять Опять Эти Действия Я копирую Вниз Так Длина Горизонтальных Труб Это Две Подводки Подающие Обратно По Полметра Ну и В сумме Получается Соответственно Метр Так Следующее Действие То есть Мы Вот мы Формулу Так Определяем Теплопоступление От трубопроводов То есть Нам Нужно Перемножить Соответственно Теплодачу С одного Метра Вертикальной Трубы С длиной Вертикальной Горизонтальной Трубы С длиной Горизонтальной Ну и еще Умножить На Поправочный Коэффициент Который Учитывает Полезную Теплодачу У нас Открыто Расположенный Трубопровод Значит Значение 0.9 Да И тот же Самый Принцип Здесь нам Нужно Получить Целые Значения Поэтому Опять Ищем Функцию Математических Округов Так Дальше Открываем В числе Соответственно Скобку Так Ну и Нажимаем На ячейку Ай4 Ставим Знак Умножить Нажали На ячейку К4 То есть Где 2.7 Предыдущая ячейка Ай4 Там находится Значение 64 Так Ставим Знак Плюс После К4 Нажимаем На ячейку Джей 4 Где 84 Находится Ставим Знак Умножить И нажимаем На ячейку Л4 Где находится У нас 1 метр Соответственно Скобку Закрываем Ставим Знак Умножить 0.9 Ставим С клавиатуры 0.9 Так Рекомендую Пользоваться Цифровой Клавиатурой Которая Располагается Справа Если Там Есть Точка Нажимаем На точку Пусть Она Поставит То Что Необходимо Так Ну и Ввиду Того Что Нам Нужны Целые Значения Соответственно Ставим Число Разрядов 0 Так Ну и Чтобы Опять Не повторять Те же Самые Действия С нижележащими Ячейками Я просто Копирую То Что Совершил Ячейки М4 Конечно Так Все Закрываем Так Следующее У нас Значение Это Мощность Которая Отводится На Отопительный Прибор Ну По сути Это Мощность Соответственно Отопительной Установки Помещения Минус Теплопоступление От Трубопровода Все Просто Ставим Знак Равно Так Идем На Ячейку В4 Где Находится 1100 Ставим Знак Минус Ну И Нажимаем На Ячейку М4 Где Находится 231 Так Кто Это Сделал Нажимаем Enter И Опять Тот же Самый Принцип Чтобы Не повторять Те же Самые Действия Я Просто Копиру Их Здесь Мы Не умножали Мы Вычитали B4 Минус М4 Кто Не успевает Можно Буквами Писать Все То же Самое Так Следующее Действие Так Потери Температурного Напора В приборе Тоже Вычисляется Вот По этой Формуле Все Что Нам Необходимо Участвует В предыдущих Ячейках Таблицы Ну И Пытаемся Это Сделать Так Ну И Опять Тот же Самый Принцип Нам Нужна Формула Округления Вернее Функция Так Первым Делом Пишем 0,86 Ставим Знак Умножить Так Нажимаем На ячейку М4 Где Находится 869 Так Дальше Коэффициенты 1,04 Умножить И умножить 1,02 Так Следующее Действие Знак Деления Так Ну И Нажимаем На ячейку В этой же Страте Ячейка Е4 Где Находится 111,3 Там В двух ячейках То же самое Находится Ну И на ниже Лежащей То есть В ячейке Е4 Так Ну И число Разрядов Единица Так Кто это сделал Нажимаем ОК То есть Ну и Результат Получается У вас 7,1 Опять Чтоб не повторять Те же самые Действия Чтобы не повторять Те же самые Действия Мы копируем Вниз Так Следующая Температура Выхода Здесь все Просто Это Температура Входа Минус Потеря Температурного Напора Соответственно В приборе Ну И ставим Знак Равно Ищем Температуру Входа Находящейся В ячейке F4 Где 94,5 Ставим Знак Минус И Нажимаем На ячейку О4 Где Находится Значение 7,1 Так Тот же Самый Принцип Кто Это Сделал Нажали Enter Ну и Повторили Скопировали На ниже Лежащие Лежащие И она И она И она Появится Слева Четыре Четыре Ячейка Ячейка П4 Скобку После этого Закрываем Знак Деления На 2 Так Ну и После Двойки Ставим Знак Минус Ставим Знак Минус Так Ну и Ищем Температуру Утреннего Воздуха Это Ячейка Ж4 Так После Того Переходим Число Разрядов Ставим 1 Так Ну и Опять Тот же Самый Принцип Чтоб Не повторять Те же Самые Действия Я Копирую На Ниже Лежащие Ячейки А Минус Минус Ж4 Там Где 21 Градус В этой Строке Ячейка Ж4 Так Следующее Действие Коэффициент Успеваете Следующее Действие Коэффициент ФК Вот она Формула То есть Дельта То есть Средний Температурный Напор Нам Известен Расход В приборе Известен Н П И Ц Это Экспериментальные Числовые Показатели Которые Зависят От Типа И марки Прибора Ну и Схемы Движения В нашем Случае Будет Секционный Прибор Сразу Хочу Сказать Что Он Входит В тот Диапазон Когда П Степень Равна Нулю А если Степень Равна Нулю Соответственно Значение Будет Равно Единицу То есть Вот это У нас Средняя Часть Исчезает Так Направление Движения У нас Сверху Вниз Пси Равно Единице Если Здесь Прочитать Внимательно В остальных Случае Пси Равно Единица Так Н Равно 0.3 Десятых С Так Ну и Коэффициент В учитывающий Атмосферное Давление Допустим Что в Нашем Местности Атмосферное Давление Равно Единице Тоже Ну Вернее Не единице Атмосферное Давление А атмосферному Давлению В нормальных Условиях То есть Здесь Пятый Приблизительно Там 101 325 101 325 Паскалит Соответственно Значение Коэффициента Будет Равно Единице Ну и Опять Нажимаем Равно Ищем функцию Округления Так Дальше Нажимаем На средний Температурный Напор На ячейку Соответственно Q4 Где находится У нас 70 Ставим Степень Галочка 1,3 Так Ну и По идее Умножить На единицу Умножить На единицу Хотя Это Можно И не Писать Так Так Стоп Еще один Момент Немножко Я вас Обманул Обратно В число Вернемся На начало Перед Q4 Скобочку Поставим Открытую После Q4 Знак Деления И Поделим На 70 Градусов И Вот Скобочку Закрыли И Это Трех Степени Градусы Знак Деления А? Градусы Знак А когда мы Формулу пишем И градусы Не пишем А градусы У нас в шапке Есть Единицы Измерения Но 70 Это С эталонным Прибором Сравниваем Номинальный Условный Тепловой Характеристик Так Ну и число Разрядов Ставим 2 Ввиду того Что у нас Значение Получается Единицы То есть У нас Не отображается Соответственно Десятки И сотки Нажимаем ОК Так Ну и опять Тот же самый Принцип Чтобы не повторять Те же самые Действия Мы копируем На ниже Лежащие Ячейки Так Следующее Действие Мы определяем Номинальный Тепловой Потоп Вот Формула Это Куб Прибора Поделить На этот Поправочный Коэффициент Приведения Опять Ставим Знак Равно Нажимаем На функцию Округления Потому что Нам нужны Целые Значения Так Нажимаем На Куб Прибора Которая Находится У нас В ячейке Н4 Где 869 Ставим Знак Деление И Нажимаем На ячейку R4 Где Единичка Так Ну и число Разрядов Соответственно 0 Так Ну Ввиду того Что здесь Целые Делятся На целые Здесь У нас Страва Целые Показывает Но ниже Лежащие Ячейки Там Будет Уже По-другому Ну и опять Чтобы не повторять Те же самые Действия Мы Копируем Вниз Н4 Поделить На R4 Все Это Функция Округления Число Разрядов 0 Так Как Нам Необходимо Целая Число Так Следующее Действие Я Открыл Каталог Производителя Отопительных Приборов Ну Допустим Биметаллический Радиатор Секционный У которого С одной Секции Поступает 180 Ваш Так Ну и ввиду Того Что у нас Прибор Один и тот же Установлен Во всех Помещениях Я опять Копирую Копирую Соответственно Ниже Лежащие Ячейки Так Следующее Действие У нас Коэффициент Бета Три Вот Есть Формула Так Опять Здесь Будет Записываться В виде Функции Потому Что Этот Коэффициент Определяется До двух Знаков После Запятой То есть Доли Итак Ставим Знак Равно Нажимаем На функцию Дальше Ставим 0,97 Ставим Знак Плюс 34 Знак Деления Скобки Открываем Так И Нажимаем На 180 Так Сейчас Переместились Число Разрядов У вас Справа Покажет Недопустимое И Поставим Число Разрядов 2 Так И обратно Вернемся Число И поставим Курсор После Т4 Ставим Знак Умножить Да Кстати Еще Один Момент Сначала Поставили Закрытую Скобку А потом Поставили Знак Умножить Перед Закрытой Закрытой Скобкой После Т4 Закрыли Скобку И потом Поставили Знак Умножить Либо Можно Сначала Умножить Потом Скобку Но Единственное Тогда Курсор Верните Между Знак Умножить И скобкой Сделали Теперь Совершаем Следующее Действие Нажимаем На Окошко Слева Вот где Отображается У нас Функция А Кругл Прямо На это Слово Нажимаем Один раз И у вас Опять Появляется Окошко Так И Проделаем Следующее Действие Нам Нужно Поделить Ку Прибора На Ку М У То есть Ку Прибора У нас Находится Соответственно В ячейке Н4 Ставим Знак Деления Так Ну а Номинальный Условный Тепловой Поток Находится В ячейке Т4 Так Ну а Число Разрядов Ставим Ноль Потому что Секции Нам нужно Получить Целое Значение Ну и Теперь Нажимаем ОК Кто Все Это Сделал Опять Чтобы не повторять Нам те же самые Действия Копируем Одна целая Одна Сотая Должна Получиться Если все правильно Делали Ну Значит Что-то Неправильно Сделали Смотрите Округл Значит Функция Идет Скобка Открыта 0.97 Плюс 34 Поделить Скобка Т4 Умножить Округл Опять Скобка Н4 Поделить На Т4 Точка Запятой Ноль Скобка Скобка Точка Запятой 2 Попка Продолжение следует... Продолжение следует... Кто-то Перепутал Порядок Там Когда я Говорил Умножить Скобка И курсор Переместить Так Все Сделали Нет Дальше Продолжаем Так Следую Действие Мы Находим Н Минимальное Формула Выглядит Следующим Образом Так Ну и Пытаемся Это Осуществить Опять Ставим Знак Равно Опять Нажимаем Функцию Округл Так Проделаем Следующее Действие Нажимаем На Ячейку С4 Где Находится 869 Ставим Знак Деления Нажимаем На Ячейку Т4 Где Находится 180 Дальше Ставим Знак Умножить Коэффициент Бета 4 Учитывает Способ Установки Отопительного Прибора Как он Установлен Под Подоконником Стеновой Ниши У меня Установлен Под Подоконником Ну и Значение Получилось По таблице 1,05 Дальше Опять Знак Деления Так И Нажимаем На ячейку У4 Где Находится 101 Число Разряда Ставим 2 Не удивляйтесь Что нам Нужны Не целые Так Нажимаем ОК Кто Все Это Проделал Копируем Это Действие На Ниже Лежащей Ячейке То есть Получаем Соответствующее Значение Так Ну и Последнее Действие Но оно Будет Формула Будет Очень Большая Нам Произвести Нужно Следующее Так Мы Получили Соответственно Количество Секций Ну здесь Вот Не целое Значение Нам Нужно Найти Целое Либо Нам Нужно Поставить 5 Секций Либо Нам Нужно Поставить 6 Секций Так Ну я Думаю Что Все Сразу Поставят 6 Да Ну и В последнем Случине 7 Секций Но Существует Правило Чтобы Лишние Деньги Не Тратить На Это То есть Есть Условия О том Что Если Тепловой Поток Отопительного Прибора Не Уменьшается Более Чем На 60 Ватт То Мы Имеем Право Соответственно Округлить До Меньшего Значения Количества Секций Если Это Условие Не Выполняется Ну Соответственно Округляем До Большего Ну И Сейчас Пытаемся Повторить Итак Как Мы Это Осуществляем Действие Осуществляем Следующим Образом Ищем Функцию Единственное Она будет Не в математических А есть в логических То есть Категория Логические И сразу же Появляется Первая Функция Если Увидели Нажимаем ОК И появляется Окошко Эта Кондиция Так Следующее Действие Открываем Скобку Открываем Скобку Так И нажимаем На ячейку С4 Где у нас Находится Номинальный Тепловой Поток 869 Так Ставим Знак Минус Так И нажимаем На ячейку Т4 Так Ставим Знак Умножить Так И нажимаем Соответственно На ячейку У4 Где находится 101 Ставим Знак Деления Так И записываем 1,05 То есть Тот коэффициент Который мы взяли Так Скобку Закрываем Ставим Знак Меньше Это все В латинской Раскладке 60 Так Да Ставим После скобки Ставим Знак Меньше И 60 60 Так Теперь Перейдем Внизу Где буква Б Б Только Единственное В латинской Раскладке Через Ши Так Значение Если Истина Это пока Предварительно Ставим 0 Значение Если Ложь Ставим Единицу Это пока Предварительно Потом Это Заменим Так Теперь 60 Значение Если Истина Ставим 0 Значение Если Ложь Ставим Соответственно Единицу Так Проделали Так Пока Ничего Не Закрываем Перемещаем Курсор Обратно В логическое Выражение Чтобы Он Мигал После Т4 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 Сделали Так Вот Теперь Ставим Знак Умножить Чтобы У вас Курсор Мигал Между Двумя Знаками Умножить Проделали Так А теперь Опять То же Самое Действие Переходим В левую Часть Так Ну и Сейчас У вас Если Мы не Нажимаем На Если А идем Правее Соответственно К черному Треугольнику Смотрящему Вниз Нажимаем Чтобы У вас Выпало Выпадающее Меню И если У вас Здесь Нету Округл Вниз Нету Тогда Нажимаем Другие Функции Обратно Возвращаем Математические Где у вас Категория Ну и Где Буква О Ищем Соответственно Функцию Округл Вниз Округл Вниз Так Ну и Нажимаем ОК Теперь Где число Нажимаем На Ячейку В4 Где Находится 5,02 5,02 Так Ну и Число Разряда Соответственно 0 Чтобы У нас Получилось Целое Нажимаем Нажали ОК Сейчас у вас Появится 0 Не пугаемся Потому что Мы еще не Завершили Действие А после В4 Нажимаем ОК Число Разрядов Соответственно 0 Итак Должно Написаться У вас Если Скобка Скобка С4 Минус Т4 Умножить На Округл Вниз Скобка В4 Точка Запятой 0 Скобка Закрывается Умножить На У4 Поделить На 1 05 Меньше 60 Так Через Точка Запятая 0 И потом Еще Единица Так Вот Теперь Выделяем 0 Выделяем 0 И у вас Отобразилась Последняя Функция Округл Вниз Она Нам И нужна Нажимаем На нее Прям Появляется Окошко Так Ну и Где число Опять Те же Самые Действия Нажимаем На В4 Ячейку Где 5 2 Сот Число Разряда Соответственно 0 Так Кто Это Сделал Нажимаем ОК У вас Получится Результат То есть Получится 5 Но Мы Еще Опять Не Закончили Опять Щелкаем По Пятерке Открываем Формулу И Идем На Конец Где У вас Находится Единичка В самом конце Перед скобкой Опять Ее Выделяем Опять Ее Выделяем Да И Делаем Следующее Нам нужна Другая Функция Округл Вверх Поэтому Сейчас у вас Отобразилась Соответственно Функция Округл Вниз Нажимаем Опять На трехугольник На Выпадающий Если у вас Нету функции Округл Вверх У меня Есть Могу Сразу же Нажать И появится Окошко Тогда Опять Другие Функции Математические И Ищем Округл Вверх Округл Вверх Там Внимательно Смотрите Есть Округл Вверх Округл Прямо Так и Говорим Вверх Опять Нажимаем Окей Появляется Окошко И тот же Самый Набор Действий Число Нажимаем На В4 Где 5 0 2 Число Разрядов 0 Так Ну и Кто это Сделал Нажимаем Окей Это Последнее Действие В этой Ячейке Так Ну и Чтобы Не повторять Опять Тот же Самый Порядок Действий Копируем На Ниже Лежащее Так Вот У нас Посчитало Для Одного Стояка Следующее Действие Какое Нажимаю Там Где У нас Находится Слово Стояк Чтобы Выделить Одна Ячейка Которая Захватывает Все Столцы Тех Набранных Значений Которые У нас Есть Так Дальше От Стояка Выделяю То Что Идет Ниже То Есть Все Помещения То Что Мы Только Сейчас Набрали Копирую Ставлю Курсор В ячейку А7 И Вставляю То Что Скопировал Так Делаю Следующую Меняю Стояк Один На Стояк Два Меняю Помещение Первое На Помещение Второе Так Меняя Тепловую Нагрузку Здесь Допустим У меня Получилось Тысяча Здесь Получилось По Расчету Девятьсот Так Ну а На первом Этаже Девятьсот Пятьдесят Так Если Если Внимательно Посмотрите У нас Расходы Почему-то Совпадают С предыдущим Так А Это Не Должно Быть Поэтому Делаем Следующее Действие На Ячейке С8 Два Раза Щелкаем Ну и Теперь Понятно Почему Да Потому что У нас Прямоугольник Со Значением Остался На Прежнем Месте Ну и Здесь Уже Придется Принудительно Переместить На Новые Значения Этот Прямоугольник То Есть Берем Этот Прямоугольник И Перемещаем На Ниже Лежащие Нажимаем Enter И Копируем Действие То Есть Теперь Поменялся Расход Так И Еще Одно Действие В Ячейке F8 Ввиду Того Что Стояк Располагается Ближе На Три Метра Соответственно Из 12 Вычитаем Три Получается Девять Метра Так Опять Нажимаем Ну и пусть У нас Диаметр Стояка Тот Самый 15 А Так Нужна Нам Ячейка F8 Ну и Здесь Вот Было 12 Поставить 9 Ввиду того Что Стояк Располагается Ближе К тепловому Пункту Нежели Стояк Первый Так Ну и У нас Автоматом Посчиталось Новые Значения То есть Даже При 74 Сотых Округля А нет Округляется Уже Больше Сторон 4 35 Округляется Больше Сторон То есть Здесь Уже Тепловый Поток Понижается Более Чем На 60 Ватт Так Ну и Осуществляем Опять Последний Порядок Действий То есть Нам Нужно Распечатать Чтобы У нас Были Неголые Принцип Дальше Понятен То есть Стояк Третий Опять Меняем Значение Стояк Четвертый И так Далее То есть Автоматом У нас Рассчитывается Все остальные Стояки Ну и Единственное В некоторых Ячейках Заменяем Значение Соответствующее Так Ну и Самый Простой Вариант То есть Мы Выполняем Границы Так Ну и Там Где Возможно Соответственно Уменьшаем Длины Ячеек Чтобы У нас Поместился Результат На Листок Четвертого Формата Хотя бы Альбомный То есть Там Где Можно Уменьшить Уменьшаем Так Ну и Посмотрим Помещается На Альбомный Здесь Можно Конечно Уменьшить Проценты Но Похоже Что Не Помещается То есть Можно Еще С Границами Регулировать Так Ну и Тогда Остается Один Только Одно Действие То есть Расположить То есть Нам Не Хватает Ну В Моем Случай Последние Четыре Столбца То есть Например Какой-то Столбец Например Первый Расположить Буквы Не Горизонтально А Вертикально Но Я Пока Оставлю Такой Время Все Все Успели Кто Не Успел Заканчивает Кто Успел Зовет Меня Горизонт И Время Йي